Всем привет! Сегодня я подобрала три отличнейших военных фильма. Надеюсь, вам они понравятся. Первый. Тора, Тора, Тора. 1970 год. Япония, США. Режиссеры. Ричард Флейшер, Кинзи Фукасаку, Тосио Масуда. В ролях Мартин Болсом, Сои Мамура, Джейсон Робертс. Продолжительность 2 часа 24 минуты. Совершенно потрясающий фильм, получивший Оскар за спецэффекты. Съемки нападения Японии на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года выглядят как настоящие. И пусть вас не смущает, что фильм 1970 года многим современным фильмам с неправдоподобными компьютерными эффектами далеко до него. Вначале японскую часть фильма снимала Киро Курасава, но два года съемок прошли безрезультатно. И его сменил Кинзи Фукасаку. А в фильм вошла всего одна минута из съемок Курасавы. Кстати, смотрите фильм внимательно, потому что вы узнаете интересные исторические факты, о которых можно услышать только в старых фильмах. Сейчас уже о них все забыли. А жаль, это очень важно знать даже сейчас. Как говорит пословица, все новое, хорошо забытое, старое. Кстати, Тора, Тора, Тора в переводе с японского означает Тигр, Тигр, Тигр. Но это еще может быть кодовое слово, образованное от двух слов Татсугеки и Райгеки. В переводе Атака, Торпедная Атака. Скорее всего, видимо, так и есть. Итак, это крупномасштабный фильм, в котором в мельчайших подробностях показаны события, приведшие к нападению Японии на Пёрл-Харбор, рассказанные с точки зрения обеих сторон. Фильм представляет собой две параллельные истории. Одна посвящена подготовке и осуществлению атаки Японии, а другая – непониманию американцами того, что вот-вот произойдет. Это большая редкость, когда в фильме нет никакой пропаганды. Создатели фильма не превозносят одну сторону перед другой. Здесь отсутствуют какие-либо клише. Этот фильм создает впечатление документального. В начале фильм может показаться несколько скучным, ведь для более достоверного ощущения японцы здесь говорят на японском и приходится читать субтитры. Но когда происходит нападение, этот фильм предлагает действия и эффекты, которые вас на самом деле удивят. Обязательно смотрите фильм в хорошем качестве, и он приведет вас в восторг. Второй – «На западном фронте без перемен». 2022 год. Германия, США, Великобритания. Режиссер Эдвард Бергер. В ролях – Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилмер. Продолжительность 2 часа 28 минут. Второй – совершенно потрясающий фильм. Снятый по одноименному роману 1929 года немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. В 1917 году он воевал на Западном фронте и был ранен осколками гранаты. Роман считается самым популярным антивоенным романом 20 века. Это действительно революционный роман, показывающий войну без прикрас. Весь ее ужас. Книга произвела фурор и была переведена на 26 языков. Уже через год, в 1930 году, вышла одноименная экранизация, снятая в Голливуде режиссером Льюисом Майлстоуном. Нацисты были в ярости и в 1931 году в Берлине предприняли попытку сорвать премьеру фильма. В том же году Ремарк был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Союз германских офицеров протестовал против этой премии, заявляя, что роман очерняет немецкую армию. В это же время Стефан Свейк назвал роман совершенным произведением. С ростом нацизма Ремарка все чаще начали называть предателем народа. В результате ему стало небезопасно оставаться в Германии, и он эмигрировал сначала в Швейцарию, а затем в США. Кстати, это уже третья экранизация романа. Вторая была снята в 1979 году Делбертом Манном. Сюжет. Весной 1917 года молодой Пауль Боймер вместе со своими друзьями записывается в немецкую армию. Пропаганда сделала свое дело. Молодые люди в восторге от того, что отправляются на фронт. Для них война как игра. А в это время портнихи перешивают вещи убитых солдат, чтобы новобранцы одели их. Отправленные воевать в Северную Францию, Пауль и его друзья вскоре поймут, что такое война, столкнувшись с реальностью во всей ее жестокости и бессмысленности. Один за другим друзья Пауля погибают. Он остается последним. Но надолго ли? В это время идут переговоры о прекращении войны между немецким и французским командованием. Отличные съемки сражений. Условия жизни солдат. Все снято настолько реально, что буквально чувствуешь весь ужас, через который прошли люди в этой совершенно безумной и бесчеловечной войне. Очень яркий момент в фильме, когда поступает приказ прекратить войну, а следом опять пойти в атаку. Кроме как безумием и всеобщим помешательством это назвать сложно. Фильм настоящий шедевр. Очень рекомендую к просмотру. Третий. Приказы убивать. 1958 год. Великобритания. Режиссер Энтони Эсквитт. В ролях Эдди Альберт, Пол Месси, Лиллиан Гиш. Продолжительность 1 час 52 минуты. И еще один отличный фильм, который основан на рассказе Дональда Даунса. Даунс был важным офицером управления стратегических служб разведывательного управления США во время Второй мировой войны. Американского пилота Джина Саммерса, отличившегося во многих боях, отбирает для важной секретной миссии. Ему нужно отправиться в оккупированный фашистами Париж и убить агента французского сопротивления Марселя Лафита, который оказался предателем. Джин проходит долгую подготовку к этой опасной миссии. Прибыв в Париж, он знакомится с Лафитом и тот оказывается совершенно милым человеком, у которого есть семья и он любит свою кошку. У Саммерса закрадываются сомнения в правильности миссии. Он не может поверить, что такой человек может быть предателем. И теперь ему предстоит решить, сможет ли он убить Лафита. Отличный сценарий и классная игра актеров. Фильм получил Тереки на премии Бафта. На сегодня все. Подписывайтесь ко мне на канал, смотрите хорошие фильмы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok